Прошел почти год с момента выхода моего нашумевшего разоблачения на мажорку. Многие надо мной смеялись и говорили, а что им сделают твои 3000 просмотров за месяц? Я скажу больше. Смеялись даже те, кто непосредственно общался с этой компашкой. Но вот незадача. Спустя время ролик разлетается по всем чатам и начинает набирать сумасшедшие обороты. Репутационный удар был настолько сильным, что мне соизволил написать сам господин Сунат. Разговор, правда, у нас не сложился, но об этом вы узнаете чуть позже. Для чего я вас здесь собрал? Как минимум, потому что мне не понравились слова Суната, сказанные в мой адрес. Это человек, который не упустит момента, чтобы придраться к любому слову. И это человек, который общается так, будто у него 9 жизней. Одну я у тебя уже в прошлом видосе забрал, сегодня мы идем за второй. Меня зовут Рюк, с вами министерство правды. Погнали! Глава первая. Знакомство с Сунатом. Для новых зрителей хочу пояснить. Наши ролики лучше смотреть от самого начала и до самого конца, ведь мы работаем как бомба замедленного действия. Темп наш постоянно увеличивается и в конечном итоге происходит взрыв. Сунатик, я знаю, ты сейчас смотришь мое видео и наверняка после него мы с тобой спишемся, но твою просьбу я выполню. Ни одно свое сообщение я не удалил и ничего переворачивать в свою сторону я не буду, а то опять плакаться начнешь. Сунат Махкомбоев, таджийский предприниматель, показывающий в своем блоге все то же самое, что и остальные инфо-цыгане. Ну я думаю вы поняли о чем я. Это машины, деньги, успех, бизнес и прочая пыль, которая так сильно оседает на глазах у доверчивых граждан. Жил Сунат бедный, никогда он этого не скрывал. Видимо оттуда идет вся эта тяга к понтам и огромное ЧСВ. Ведь у него много чего не было в детстве и самое время показать какие мы крутые. С каких пор я стал психологом? Стоит отметить, в моих глазах Сунат самый успешный инфо-цыган. Он действительно задает тренды и он единственный, кто придумывает свои продукты сам. Они почти все уникальны и о каждом продукте мы поговорим отдельно. У многих сложилось ошибочное мнение, что Суната начал продвигать камиль в скобочках муса. Ну то есть мажорка. Камиль очень сильно не любит, когда светит его лицо. Поэтому я прямо сейчас это и сделаю. Но на самом деле все было немного по-другому. Сунат был инфо-цыганом еще задолго до знакомства с мажоркой. И здесь мы плавно переходим ко второй части нашего видео. Глава вторая. Становление Суната. Мне становится смешно от всех этих детишек, которые считают, что батя инфобизнеса это Сунат. Если он считается батей, то тогда я вас познакомлю с его дедом. А я с Шабудином, прародитель инфобизнеса в России. Этот парень точно знает толк в продаже воздуха. О нем даже говорить не буду. Уверен, что это имя знакомо многим. А кому нет, гугл в помощь. Сунат был на личном наставничестве у Аяза Шабудинова, заплатив ему полмиллиона рублей. Куркуль парень смышленый и все навыки перенял у тренера на ура. Чему его учили? Вопрос риторический. Конечно же инфо-цыганить. И со слов Суната Аяз ему предложил идею запустить франшизу для своего бизнеса. Кто не знает, свой путь Сунат начал с продажи чемоданов. И с его же слов он продал половину доли в этом бизнесе. Что было дальше, никто не знает. Но дело в том, что Аяз сам поднялся в свое время за счет продажи франшиз на свою говно-кофейню. И он не придумал ничего оригинальнее, чем предложить сделать то же самое Сунату. Весь прикол в том, что у Суната на тот момент бизнес только запустился. Вопрос, как можно продавать франшизу, если ты буквально вчера запустил свое дело? И вот уже тогда Сунат начал потихонечку где-то светиться. Но по-настоящему первым появлением в медиа это нельзя назвать. Итого мы имеем портрет человека, представляющий собой ничто иное, как настоящий инфо-цыган, являющийся выходцем лайк-центра и учеником Аязыша Буддинова. Глава третья. Начало большого развода. Продукт Икс. Я смело могу заявить, что инфо-цыганские корни Суната начинаются именно отсюда. И Продукт Икс уверенно можно назвать его первым значительным появлением в медиа. С созданием этого проекта и пошли первые закупы рекламы у блогеров. Продукт Икс это совместный проект Суната и некого Николая. Хотя из-за я много чего знаю, но если уж сильно вдаваться в подробности, то ролик получится уж совсем длинным. Задумка проекта была достаточно простая. Суть в том, чтобы создать сеть партнеров, которые будут зарабатывать на товарном бизнесе. По словам Николая, они должны были давать каждые полгода новый товар, который уже протестирован. Сунат увидел неоновые маски и сказал «это точно залетит». И не протестировав толком товар, решил набрать партнеров. Мне так не хочется тянуть эту давнюю историю, поэтому скажу максимально кратко. Товар шел с огромной задержкой, а умные люди сразу же поняли, что ввязались в говно. Тех, кто говорил правду и негатив, успешно исключали из чата. Менеджеры никак не помогли продать товар, а сам товар оказался не таким уж и востребованным. По Продукту Икс много говорить не буду, дабы не сказать того, чего я не знаю. У одного блогера уже был отдельный видос на эту тему, а я, так скажем, все законспектировал для общего понимания. Но дальше все будет куда интересней, и мы плавно переходим к следующей главе. Глава четвертая. Каперс. Вы по прошлому видосу наверняка знаете, что Сунат даже успел побывать в шкуре капера. Он, конечно, сильно от этого отрекается, но я вас уверяю, это было его рук дело. Давайте немного освежим память, и плюс я от себя добавлю некие подробности. Как-то раз у него в инстаграме появляется история следующего характера. Да, вам не показалось, он собирает деньги на раскрутку счета. В сторис мы четко видим, что он дает стопроцентную гарантию, аля в случае проигрыша будет сделан возврат средств. И в переписке он это подтверждает. Конечно же, последняя ставка по классике жанра нас подводит. Но зато он скидывает свое личное обучение стоимостью в 40 тысяч рублей. Но как речь зашла о возврате, пошел игнор. Потом Сунату написал потерпевший, и Куркуль, конечно, ответил весьма дерзко. Пиши мне, как ты мне это пишешь. Мне уже большое количество людей написало, и все. Пиши кому хочешь. Мы запускали проект, все было максимально честно. Вот. 3 мая они пытались... Они забрали мой аккаунт, если ты видишь, там везде было текстом, там не было моих фотографий и так далее. Вот. И в Телеграме тоже не было видео и так далее с моим лицом. Вот. И когда до этого мы что-то там делали, я все делал, типа, своим лицом, то есть рекоментировал Телеграм-канал и так далее. Вот. Пиши, пиши, что хочешь, типа, пиши заявление. Но как только пошло заявление в полицию, деньги он благополучно вернул, при этом смачно насрав себе в штаны. На них и попался. Я деньги, как бы, свои это вернул через заявление. Испугались и отдали. Говорить ни при чем. Ну, Сунат. Ну, в самом деле-то, ну, мы знаем, кто он при чем. В общем, он Литвин изначально прорекламировал. Вот. Я подписался. В течение двух месяцев ориентировочно наблюдал, смотрел вообще за ним, думал, нормальный типок. Ну, короче, его консовета я понял, что верить-то никому нельзя. Дня, наверное, четыре вот эта его тема существовала. Он, короче, в историях писал от своего лица там заходить. Братик, если это был не ты, то тогда зачем ты возвращал деньги? Самое интересное, что вся эта движуха началась именно после того, как Сунат купил рекламу у Михаила Литвина. Литвину он, видимо, сразу как-то не приглянулся, ибо тот, в свою очередь, сразу спросил у Суната, будет ли какая-то афера с его стороны. Сунат, конечно же, сказал, что все будет четко. И запустил раскрутку счета. За данный поступок Литвин хотел набить рожу Сунату, но, к сожалению, этого не произошло. Главный аргумент Суната заключается в том, что все эти сторисы были сделаны не от его лица, и якобы это сильно меняет суть. То ли его просто обманули, то ли взломали. Непонятно. И это все просто полная чушь. Во-первых, сразу после заявления в полицию он вернул деньги. Это уже о чем-то договорит. Во-вторых, я считаю железным пруфом его полет в Арабские Эмираты, где он отдыхал с такими же отпетыми мошенниками, как и он сам. И была даже информация, что Суната отдыхал с легендарным раскрутчиком счетов Никитой Маркиным, который сейчас находится в розыске. Посмотрите-ка на эту фотографию. Неужто это Димас из Батайска? Кто не знает, Димас самый конченый капер из всех возможных. Я называю его королем ставочного бизнеса. У Суната в подписках вы и сейчас можете найти Димаса. Я так думаю, что он просто вдохновился этими ребятами и понял, что можно просто забирать деньги у подписчиков, ничего не давая им взамен. Но почему-то Сунат потом одумался все-таки. Очередной факт идет нам в копилочку. Глава пятая. Знакомство с мажоркой. Время шло, Суната долго не было видно. И вдруг, неожиданно для всех, он появляется во влогах у нашего старого друга Мажорки. 19 октября 2019 года выходит ролик под названием «Купили самую дешевую BMW M5 F10 в России» и сразу же сломали. В целом ролик оказался ничуть не кликбейтным. Мажорка нас познакомил со своим новым дружбаном и тут понеслась. Ребята сдружились на ура, и Сунат начал появляться во влогах у Мажорки чуть ли не в каждом видео. Но я попрошу обратить внимание именно на этот ролик. Таджик купил новую E63 AMG. Нашли заброшенный Мазерати. Что же с этим роликом не так? Именно с этого ролика началась раскрутка его нового проекта под названием «Сладкие мунштуки для кальянов». Я лично смотрел этот ролик, как только он появился на свет. И тогда была реклама данного продукта. Должно быть очевидно, что они это все обсудили и начали вместе готовиться к запуску проекта. Вернемся к этому ролику, где Таджик купил себе новую E6. Этот ролик на самом деле достаточно загадочный, ведь в нем нет больше этого фрагмента с рекламой мунштуков. Долго я голову ломал, когда делал первый видос. И тогда у меня не получилось разгадать этот механизм ввиду своей неопытности. Но теперь все вопросы закрыты. Вот просто представьте, какие тупники мне каждый раз приходилось ловить. Раз, сажусь, смотрю ролик. Ну нет этого отрывка. Думаю, блин, может я как-то невнимательно посмотрел. Сажусь второй раз. И опять нету этого фрагмента. Думаю, да в чем дело? В конце концов у меня возникло чувство, может я вообще не тот ролик смотрю. Окей, пересмотрел весь канал. Ну нигде нету. Оказывается, все куда проще. Когда я открыл свой канал, я понял одну вещь. В ютубе можно редактировать свои ролики через стройный ютубовский редактор. И оказывается, что ребята просто вырезали этот фрагмент с данного ролика. Был бы это перезалив? Я думаю, мы бы узнали точно. Но скажу так, перезаливать ролики это очень невыгодная история. Проще же просто через редактор вырезать то, что нам не нужно. И вот тут начинается величайшая инфо-цыганская связка Камиля и Суната. Связка, которая в будущем изменит весь сегмент монетизации в интернете. Да, это все звучит весьма громко, но именно после них пошел массовый запуск инфопродуктов у блогеров. Глава шестая. Сладкие мунштуки для кальянов. Вот и познакомил нас Камиль со своим новым дружбаном Сунатом Махкомбоевым. Ну, зайдем-ка в его инстаграм, может, что полезное черпанем оттуда. И тут он нам начинает рассказывать про какие-то сладкие мунштуки для кальянов. Мунштук простым языком это такая одноразовая штучка, которая вставляется в трубку кальяна. Обычная гигиена, не будешь же ты класть себе в рот этот грязный шланг. И нашему гению пришла в голову идея создать сладкий мунштук. Звучит на самом деле это все прикольно, но на деле это такая шляпа, что вы себе даже представить не можете. Я откопал старые сторисы Суната, где он рассказывает про этот продукт. Давайте вслушаемся в этот бред. Он стуки в кальянах, давайте посчитаем, сколько можно зарабатывать с одной кальяны. Давай, давай. Среднее количество посетителей кальяны это 60 человек. Чего-то мне в это не верится. Может быть в топовые заведения действительно ходит столько людей, но как нам показала практика, топовым заведениям эти мунштуки и даром не упали. Вообще, мне интересно, как ты это посчитал, даже если ты берешь средние значения. Там же все зависит от кучи факторов. Например, самое простое это местоположение кальяны. Я уже молчу про какой-то бренд и так далее. Конверсия из посетителя в покупателя сладких мунштуков составляет 25%. 25% значит. Интересно, откуда ты взял это значение? Вдруг кальяны располагаются в месте, где типы по 5 человек скидываются на один кальян. Получается так, что в среднем за один день мы продаем 15 штук. Да как ты это посчитал? Я вообще логику не понимаю. Может я просто тупой? Здесь будет окошко, напишите, какая прибыль. Я думаю, мы ничего не заработаем. Но на этом рубрика математики с Сунатом не заканчивается, и мы идем дальше. Друзья, если одна кальяна приносит партнеру 11 тысяч рублей, то если он еще с двумя договорится, то в месяц будет зарабатывать 33 750 рублей. Это очень хорошая на самом деле сумма. С 10 кальянами, если договорится, заработает 112 500. А если 30, то это не что-то из области фантастики? Но как окажется, даже с одной кальяной заработать окажется чем-то из области фантастики. Ну и давайте глянем еще одну сториз. Вот выглядят сладкие мастуки, они бывают 5 разных вкусов. И кстати, мы придумали вот такую подставку, которая помогает нам легко ставить на каждый стол в кальяны наш продукт, и тем самым клиент пока ждет свой кальян, либо ему принесли кальян, увидел что-то новое на столе. В целом задумка оказалась неплохой. Все так красиво выглядит, даже подставку придумали для этих мундштуков. Кстати, за эту подставку тоже надо было платить, но это уже совсем другая история. Сунат показывал, как ходил по кальянам и тестировал свой продукт. И в целом всем все нравилось, но как оказалось на практике, все вышло чуточку иначе. Скажу авансом, я лично задавал вопрос по мундштукам Сунату, на что он мне ответил, что он не мог предугадать пандемию. Ну, типа то, что кальяные закроются. И вообще, по его словам, он сам с этого ушел в минус. Мой ответ будет таков. Никому абсолютно неинтересно, ушел ты в плюс с этой движухи или в минус. Я здесь выступаю за народ, который ты заманил в этот движняк. И за это в любом случае придется отвечать. Пандемия здесь ни при чем, ведь было много партнеров, которые еще не получив этот продукт, начали искать клиентов. По итогу получилась полная путаница. Одни и те же заведения обзванивали по 10 партнеров. И большинство кальяных отказывалось от данного предложения. Наша претензия далеко не в том, что ты не смог предугадать пандемию, а в огромных косяках, которые ты сам не стал оспаривать. Помимо этого, сами мундштуки были максимально убогого качества. Кучу брака. Некоторые мундштуки вообще приезжали растаявшиеся. Какие-то просто были кривые. Ой, какая же это все хуйня. Сами мундштуки было тяжело не испортить, ибо они таяли даже в холодильнике. Я лично держал в руках один такой экземпляр. И скажу честно, оторвать мундштук от упаковки занятие, скажем так, на любителя. Он был прям прилипшим, чем я только не пытался его оторвать. И то, когда я его оторвал, все пальцы у меня были липкие. Да и по-моему, это не совсем приятно, после того, как ты грязными руками выковыривал эту упаковку, совать себе этот леденец в рот. По крайней мере, данный прикол клиентам вряд ли понравился бы. И это далеко не все. Данный бизнес был провальным еще на этапе его разработки, ибо когда ты ставишь этот мундштук в коляны и начинаешь непосредственно курить, слюни хлещут пожестче Ниагарского водопада. Помимо этого, возникает вопрос, а как снять этот мундштук, если после использования он весь слюнявый и липкий? Да даже когда ты только начинаешь его ставить в труппу коляна, у тебя уже все пальцы липкие. Люди, купившие этот продукт, столкнулись с огромной несправедливостью. Вообще, в целом, вся эта ситуация и есть огромная несправедливость. Но один момент я все-таки отмечу. Сунат решил что-то изменить и сменил даже завод по производству данных мундштуков, ибо жалоб от людей было немало. Производство он действительно сменил, и вроде они даже были лучше, чем с первого. Но вопрос, кто их получил? Их получили те, кто не успел их получить еще с первого производства, потому что, напомню, отправки затянулись почти на год. Ну и получается, что те, кто успели получить мундштуки с первого производства, остались некачественным товаром. Сунат всех мотивировал и ставил даже публичную цель – заработать 1 миллион долларов на этой кальянной индустрии. Все аналогично продукту Икс, кучу пустых обещаний, но итог вы знаете сами. Над проектом работала целая команда, и Сунат даже тут халатно отнесся к выбору персональных менеджеров. Они работали максимально невежливо, ни о какой субординации речи идти не может, что вы сейчас наблюдаете на скинах. Ну и напоследок покажу вам один отзыв. Короче, решил подумать, если поставить комнатную температуру, да, вообще, она чуть постояла, где-то часика-два, и я открыть вообще ее не могу. Типа, ну как-то надо решать, наверное, с этой упаковкой, например, вот я содрал еле как, ну вот до карамели, ну, прилипло, короче, к упаковке, и тяжело открывается. Такая вот фигня. Качество, как мы видим, просто огонь. Вообще, там было много разных историй. Кто-то хотел его найти, кто-то подавал на него иск в суд, но, как мы видим, никаких плодов это не дало. Еще подчеркну один момент. Сунат, когда только начинала вся эта движуха в своих историях, показывал, как лично встречается с партнерами и подписывает договора. Договор не нес в себе абсолютно никакой юридической силы. Просто пустышка. И те, кто хотели с ним лично встретиться, этого сделать не смогли, потому что Сунат то ссылался на ковид, то на свою занятость. Ну и вообще, зачем подписывать лично договор, если это все можно оформить в электронном виде? Помните, еще в начале ролика я говорил, что Сунат задает тренды? Так вот, этот тренд подхватил Арсений Шульгин вместе со своим другом Альфреда. Есть даже информация, что это Альфреда снес однажды Инстаграм Сунату, но за эту информацию я ручаться не буду. Собственно говоря, все и закончилось на одной отправке товара. И этим все сказано. Продукт оказался провальным, а обещания пустыми. Едем дальше. Глава седьмая. Запуски. Проходит время, махкомбоев снова пропадает с медиаполя, изредка выходя на связь во влогах у мажорки. И тут он снова врывается в стори с не с пустыми руками. В этот раз с новым продуктом, под названием запуски инфопродуктов. Я не хочу объяснять, что такое запуск. Мы об этом уже говорим год. Если видите, что кто-то запустил курс, это и есть запуск. Как только Сунат взялся за эти запуски, он перевернул весь инстасегмент вверх к ногами. За пять потоков прибыль с его курса по запускам составила более 100 миллионов рублей. Прогревы были достаточно забавные, но оригинальные. Сам курс я видел своими глазами, и я бы не сказал, что он получился каким-то плохим. Ибо в этом вопросе Сунат имеет экспертность, но все получилось как и всегда, через одно место. Сунат развел настолько много экспертов, что сами блогеры уже начали их посылать на три буквы у себя в историях. Так как подобных персонажей написало им в день ого-го, сколько логически можно было понять, что это гиблое дело. Блогеров у нас реально много, но эксперту ведь тоже нужно постоянно кушать и делать новые запуски, а блогеры имеют свойство заканчиваться. Именно после Суната и начались массовые запуски инфопродуктов. Этот парень действительно дал глоток свежего воздуха инфобизнесу. Но не сочти это за комплимент. Ничего хорошего ты не сделал. Сунат действительно выдающийся продюсер, и он перепродюсировал всех, кого можно. Например, первый поток Андрея СД, которого мы, кстати, сейчас таскаем по следствию. Все подробности можете узнать в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании под видео. Антон Редькин. С ним так вообще ситуация получилась очень забавная. Как-то раз Сунат перепутал аккаунты и выложил к себе не вышедшую историю Антона Редькина. На самом деле, если грамотно распределять время, я считаю, что компы и Counter-Strike, особенно, когда вы приходите играть с друзьями, это прям какой-то такой кайф, вы отдыхаете после работы, там, тяжелого рабочего дня, после тяжелой встречи. Ну, фигачим с Пашком. И тогда он испалился, что является его продюсером. К слову, он запускал только курс по пабликам. К арбитражу Сунат дело не имеет. Также на рабочей странице Суната был скрин с кейсом запуска Редькина. Вот, мы даже можем увидеть результат. 4 миллиона рублей. Да там в целом это никто и не скрывал, но об этом почему-то знают единицы. Вот именно таким образом и пошли массово в нашей стране курсом. Да, они всегда были, но не в таком количестве. Запуски шляпа. И на этом, как нам показывает нынешняя ситуация в стране, на постоянной основе зарабатывать нельзя. Экспертов стало слишком много, а блогеры, как мы понимаем, не бесконечны. И что у нас получается? Опять пустые обещания? Но полным говном продукт назвать я не могу, потому что чему-то научиться можно было, да и заработать, наверное, тоже, но не в долгосрочной перспективе. Глава 8. Переписка с Сунатом Сижу я дома, никому не мешаю, и тут мне приходит вот такое сообщение. Смотри, ты в своих видео говоришь, что я наебываю на своих курсах. Ты это делаешь целью хайпа или действительно не разобрался? На что я ему отвечаю, что хайпа от них не получу, а на момент этого разговора там было всего 14 тысяч просмотров и напоминаю ему про ставки и мунштуки. Ответ убил. Мунштуки-то чем не угодили? Мой золотой. Отмотай видео назад и посмотри еще раз момент с мунштуками. Вот чем они нам не угодили. Ну, по этому поводу я уже высказался, но удивило меня следующее. Он заявляет, что я говорю, мол, его курсы полны обман. Вопрос. Где? Я сказал, что это полная шляпа и в принципе от своих слов не отказываюсь. Потом идет предъява за слив курса. Тут никаких оправданий нет. Слив был, но стоит он копейки по сравнению с тем прайсом, что ты выставлял. Если мне память не изменяет, в районе, по-моему, тысячи рублей. Но самая жаришка начинается дальше. Давай встретимся, пообщаемся, сделаем в твоих видео корректировки, чтобы это было правда, а не выдумка. Смелое заявление, однако. Но об этом чуть позже. Далее он говорит, что я ему делаю рекламу. Просто кликбейт плохой. Он получает весьма логичный ответ. В чем проблема? Вот тебе и пиар. Вот в чем. Когда вбиваешь миллионы на доверчивой аудитории написано. Потом у нас разговор, ну, совсем не стал клеиться. Я ему напомнил про страйк на мой первый ролик с их стороны. И каким-то образом речь зашла про телеграммных разоблачителей, которые заскамили свою аудиторию. То есть он меня с ними смешал в одну кучу. Потом уже пошли провокации. Теперь максимально внимательно. Сунат сказал, какой ущерб ему принес мой ролик, который на тот момент набрал всего 14 тысяч просмотров. Просто мне надо эти видео подкорректировать. Я там с людьми встречаюсь, взрослыми. Им не объяснишь. Они по обложке смотрят. Потом он вообще откровенно признался в том, что я его просто травлю этим видосом. В целом много чего было интересного в данной переписке. Ну где же те умники, которые мне писали, что, мол, пацанам вообще плевать на твои разоблачения? Где вы сейчас? Вот вам живой пример. Сам человек, которого я разоблачал, признался в том, что получил мощнейший репутационный удар. Вот вы просто представьте себе ситуацию. Вы пишете, Сунат Махкомбоев и первой же строчкой высвечивается мой материал. И нет никакого ущерба, вы хотите сказать. 300 тысяч человек, как минимум, видел этот видос. 4 миллиона натыкались хотя бы на обложку. И нет ущерба. Отмечу, что я много чего не показал, но в разговоре он был максимально дерзким. И это меня, честно сказать, сильно клинило. Возвращаемся к встрече. Долго мы с ним моросили по этому поводу. И он мне сказал, что с моей стороны никаких фокусов быть не должно. Я ему сказал примерно то же самое. В итоге мы договариваемся встретиться на следующий день. И что вы думаете? Со встречи он сливается. Слушай, у меня температура. Ты после 6-7 сможешь или завтра? Ну, думаю, окей, с кем не бывает. Дальше у меня были свои планы. И я просто на него забиваю болт. Потом он опять очухался и пишет мне. Че, когда встретимся? Никакого абсолютно смысла в этой встрече я уже не видел. Что я ему и говорю. И вот тут он начинает конкретно перегибать палку. Какие-то разговоры за мужское и фуфлыжничество. И тут до меня доходит. Встреча нужна ему? Пусть он за нее и платит. И тут он опять начинает сыпать очередные провокации. Мне срывает башню. У меня было только одно желание. И это снести ему голову за сказанные слова в мой адрес. Ты один прямо сейчас приедешь, куда я скажу? Или как сучка бегать будешь и искать помощь? То есть ты хочешь подраться? Я приеду разговаривать. Если хочешь устроить драки, то могу устроить тоже. Только не со мной. Я с лживыми кусками говна не хочу состязаться. То есть вы прикол поняли, да? Как только речь зашла о том, что за сказанное пора бы ответить, оказывается, что мы не деремся. И вообще за сказанное может ответить кто-то другой. В общем-то, весь этот цирк закончился на том, что он согласился заплатить. Вроде вот-вот мы уже должны были встретиться, но он опять куда-то испарился. Я ему говорю, сегодня получится. Через день он пишет, что ясности нет. В декабре я понимаю то, что он балабол и открыто ему это пишу. Но оказывается, что он только прилетел и все в силе. Но почему-то с тех пор никакой речи о встрече и не шло. Ни разу я со встречи не слился и ни разу нигде его не испугался. Почему за бабки? Потому что разговор там будет весьма очевидный. Он просто хотел поменять название ролика, что-то взять и вырезать оттуда. Чего я делать категорически не стал бы. И какой в целом тогда интерес? Бить его? Ну да, делать мне нечего, потом по отделениям таскаться. А тут хоть за эту встречу я бабки получу. Более того, я ему даже предлагал снять интервью, где вы будете составлять вопросы. Но и тут он умудрился выдвинуть интересные условия. А именно то, что он должен заранее знать все вопросы. А какой тогда понт от этого? Чтобы ты к ним заранее подготовился? Не, так не бывает. По разговору он мне показался максимально мерзким типом, ибо как можно так общаться, если ты элементарно за все эти слова даже ответить не сможешь. С самого начала именно он начал хамить и нести какую-то чушь. Со всех встреч слился тоже он. Как только он посягнул на мое мужское, я уже был готов, несмотря на все последствия, оторвать ему голову. Но и тут он повел себя как девчонка. Какие еще могут быть вопросы? На самом деле переписка получилась очень длинная. Она не красит ни его, ни меня. Этот вопрос был решен полностью. Но все-таки, думаю, многим было бы интересно почитать всю переписку. В сам ролик я вставил только ключевые моменты, ибо если бы я вставил все, мне бы и часа не хватило вам все это разжевать. Но поверьте мне, мясорубка там знатная, поэтому остальную часть переписки я выложу к себе в телеграм-канал. Помимо этого, я всегда у себя в телеге дополняю материал с роликов, делюсь свежими инсайдами и анонсами. А самое главное, сливаю то, что сливать нельзя. Ссылочка будет в описании под видео. Теперь Сунат занимается опять новым продуктом. Продукт посвящен теме обмена валюты. И начальная стоимость данного обучения начиналась от 50 тысяч рублей. Очень много людей, которые заинтересовались данным продуктом. И как мне известно, Сунат сам у кого-то обучился обмену и сейчас просто продает свои навыки. По этому продукту на самом деле пока что я ничего не могу сказать, потому что он вот буквально вчера запустился и никаких отзывов я еще в глаза не видел. Но раскручивает он эту тему знатно, гордо выкладывая к себе в телегу результаты своих учеников. Ребята, вот сегодня выкладываю отчет. Извините, что контента нет. Мы целыми днями работаем. Постараемся скоро вам интересно какой-то контент на еду снять, сейчас сколько машин новую куплю, тоже будем снимать. Вот, короче, смотрите, у него, ребята, неплохой день задался. Многие заработали больше 50 тысяч рублей за день. Вот. Прямо остановить, посмотреть. Вот это все реальные люди. Можете им написать, там, не знаете, найдете. И так далее. Рахан за около 50 тысяч. Стоит ли в это верить? Покажет время. Я обязательно об этом сообщу. А вообще, Сунат, у меня есть тебе такое предложение. Ты же по-любому мне напишешь в истерике, с пеной у рта, пытаясь мне что-то доказать. По твоим словам, я всегда без разбора гоню на тебя. Так вот, если ты мне сможешь лично доказать хоть как-то ценность своего продукта, я вопреки всему тебя прорекламирую. Я знаю прекрасно, что это ударит по моей репутации. Возможно, я вообще похороню свою карьеру. Но за свои слова меня учили отвечать. Поэтому, если хватит смелости, попробуй это сделать. Только смотри, не обострись, ибо я сам в криптодвижи не первый день. Это все, что я могу сказать про его новый курс. Глава 9. Итоги. Честно, я уже устал о нем говорить. Одного ролика должно было быть достаточно, чтобы понять, кто он есть на самом деле. Но для меня Сунат достаточно принципиальный соперник. Я могу смело заявить о том, что этим роликом мы ставим жирную точку в данной истории. Мы прошлись от самого начала его пути до самого конца, подкрепляя все это хорошей доказательной базой. Теперь ты уже абсолютно никак не выкрутишься, ведь это был очередной точечный удар по твоей и так дырявой репутации. В начале ролика я говорил про 9 жизней. Итого 2 мы уже забрали. Остальные 7 будем добивать через мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. А всех, кто досмотрел данное видео до конца, хочу от всего сердца поблагодарить и попросить по достоинству оценить данный материал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, не забывайте оставлять комментарии. Ложь остра, но не погреет рук у нашего костра. Сунат уже был гостем нашей священной тетрадки смерти, но мы его имя запишем сюда второй раз. Ну, чтоб наверняка. И помните, что после занесения в тетрадку смерти конец репутации наступает ровно через 40 секунд. Хотя у Суна-то и так репутация тогда уже вымерла, но ничего страшного. Отчет пошел. Суна-то и так репутация. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...